Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги Иова. И сегодня мы будем рассматривать 38 главу этой книги, которая состоит из 41 стиха. Здесь мы находим первую речь Господа, с 1 по 3 стих как бы видение, а с 4 по 41 стих – премудрость Божия в явлениях мира физического. Итак, первая тема, первая речь Господа – видение. И мы читаем с 1 по 3 стих. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей омрачающий проведение словами бессмысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Святитель Иоанн Златоус пишет, «Так как облако есть символ неба, то, желая поставить пред Иовом самое небо, как свой престол, Бог приблизил его облако к нему, чтобы возбудить его ум и убедить в том, что голос несется свыше, как и на очистилище ковчега. Это, думается мне, было и на горе, когда явилось облако, чтобы узнали, что голос был свыше». Итак, Господь здесь является как превознесённый над всем творением образ неба и образ горы. Это образ удалённости от этого мира. Для того, чтобы Иову начать слушать, слава Бога, ему надо припоясать ныне чресла свои. Припояшь ныне чресла твои, как муж, то есть он должен быть не как ребёнок, а как человек, готовый обуздать свои чресла и проявить в праведности твёрдость мужа. И Бог говорит, «Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне», как будто бы человек может комментировать, объяснять слова Бога. Культурно-исторический комментарий сообщает «Речи Бога», «Бог говорит из бури», «Бог часто являл себя в бури», это мы видим и в 4 царств, 2 глава, 11 стих, и в книге «Эзекииля», 1 глава, 4 стих, «И судил оттуда народы». Образный язык, с помощью которого описывается величие и могущество Бога, характерен для ближневосточной эпической поэзии. Например, в Угаритском эпосе о Ваале и Анат бог Ваал именуются оседлавшими облака, а его голос напоминает раскаты грома и треск молний. Вот здесь мы можем коснуться очень интересного вопроса. Что такое Библия? Если Библия – это слово Бога, то почему мы видим в Библии разные речевые жанры? Мы на слух можем определить Евангелие от Иоанна, Псалмы Давида, поэтические тексты от исторических, от учительных. Если мы скажем, что Бог воздействовал на разных людей и через них создавалась Библия, то чем тогда Библия отличается от творений святых отцов, на которых тоже Бог воздействовал Духом Святым? Однако Библия – это по преимуществу Слово Божие. И в этом смысле это не слово человека, это Божественное Слово, а человек, который пишет библейский текст, он пытается на понятие современного ему миру раскрывать значение этого Слова Божественного, передавать эти великие смыслы. Потом мы знаем из Писания, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божие, будучи движимые Духом Святым. Движимые, то есть вдохновляемые, в том смысле, что Дух Святой, как Дух Любви, он не уничтожает человеческую индивидуальность, он предоставляет ей возможность раскрыться в постижении Божественного Слова и передать его другим. Итак, далее, премудрость Божия в явлениях мира физического, об этом с 4 по 41 стих. Надо сказать, что Бог действует через всевозможные катаклизмы в мире природы и в мире людей. Человеческие катаклизмы – это то, что вызвано человеческим падением, невежеством, грехом, и через них мы тоже постигаем волю Бога, когда Бог одними людьми наказывает других людей, но и те, которые участвуют в наказании кого-то, сами понесут наказание на себе. И мы читаем с 4 по 7 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь?» Вот здесь, в общем-то, понятными словами говорится о том, как на Ближнем Востоке затевали какое-то строительство. Полагалось основание в земле, то есть делался фундамент, полагалась мера, протягивалась верфь, чтобы выдерживать точность строения, удалять кривизны, и потом начиналась стройка. И здесь Бог говорит о том, что Иова не было, не было никого из людей, когда Бог полагал основание земли. Это значит, что только тот, который положил всему основание, он один знает, для чего и почему что-то существует. А наши любые предположения, они будут только гадательны, как апостол Павел пишет в 13 главе первого послания Коринфянам, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Сыны Божии в данном контексте это ангелы, которые радовались Божьему творению. А сотворение ангелов, как считали древние авторитетные экзегеты, свидетельствует стих «И сказал Господь, да будет свет». А слова «И отделил Бог свет от тьмы», указывает на то, что добрые ангелы, чистые, сохранившие верность Богу, они были отделены от злых, которые пали и выпали из духовного мира. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Что ты говоришь, вопрощает, утвердив для тебя землю с такой тщательностью, я ли призрю тебя, для которого ее создал?» Поэтому не говорит о премудрости при создании человека и искусстве в его образовании, но из обилия премудрости в творении земли и неба показывает, что если мир ради тебя наслаждается таким промышлением, то не тем ли более ты имеется в виду, что если Бог так чудесно обустроил этот мир как дом для человека, так что ангелы ликовали и звезды радовались, то очевидно Бог позаботится и о самом человеке. Человек в общем смысле это каждый человек живущий на земле. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал, что каждый человек дорог Богу. Он писал, если бы ты один грешник, жил бы на земле, ради тебя одного Сын Божий воплотился бы и умер на кресте. И в то время, когда мы делим мир на своих и чужих, молимся о победе над врагами, Бог одинаково хорошо относится ко всему своему творению и желает блага каждому человеческому существу, живущему на земле. И, как я часто говорю, Бог промышляет не только о людях, Он заботится о птицах небесных, о зверях полевых, и эти его промыслы являют его любовь ко всему творению. Далее с 8 по 11 стих «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, то есть кто положил предел морю, когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал «Досели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Надо сказать, что в Священном Писании, особенно в Новом Завете, море – это символ мира политики, и Бог умеет укрощать одних людей с помощью других людей, но это никогда не означает, что у Бога есть какие-то любимчики, к которым он относится особым образом. Конечно, это не так, и это совсем не христианское представление, о Боге, который одинаково хорошо промышляет о всем творении. Как и сказано в Писании, Бог не хочет смерти грешника, и еще сказано, Бог не хочет смерти умирающего, и еще сказано, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. В книге Иеремии, 5 глава, 22 стих, мы находим такие слова «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною или не трепещете, я положил песок границей морю, вечным пределом, которого не придет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Здесь говорится о том, что для сдерживания стихии моря достаточно песка на берегу моря. Этот песок, принимая на себя удары грозных волн, погашает их активность. И далее мы читаем «Давал ли ты, когда в жизни своей, приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых?» О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что время исполнения приговора о смертной казни – это когда занимается заря. Поэтому вот это выражение, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых. И 14-15 стих, чтобы земля изменилась как глина под печатью и стала как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась. С одной стороны, здесь говорится о красоте этого мира, что красота нашей планеты это как разноцветная одежда. Вспомните особенно расцветку разных восточных ковров, гобеленов. И в противоположность этой естественной красоте говорится «И чтобы отнялся у нечестивых свет их, то есть нечестивые, они не могут наслаждаться красотой этого мира, потому что средоточие их чувств, их желаний, потребностей, они сами эгоистически замкнуты сами на себя. Библисты сообщают, глина под печатью, штампы и цилиндрические печати изготавливались техникой вырезания рисунка в глине или в камне, вдавливание печати во влажную глину создает оттиск, который по форме рисунку и назначению полностью соответствует оригиналу. Такую же отчетливость придает пейзажу солнечный свет. То есть, когда солнечный свет высвечивает красоту природного мира, мы видим отпечаток божественной любви и божественного творчества в том, что окружает нас. И в то же время нечестивые, как слепцы, они не могут созерцать эту красоту, которая бросает их гордости и надменности вызов. Как и Христос говорит, что Соломон во всей славе своей не одевался так красиво, как озерные лилии. Далее идет 16-17 стих. «Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны, отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной?» Здесь говорится о том, что человек не видел начала этого мира, он не видел того, что ожидает его впереди, он не видел многое из того, что существует в этом мире, он не сходил во глубину моря. На самом деле, если сравнивать освоение космоса и освоение моря, то многие ученые говорят, что люди больше знают о космосе, чем о морских глубинах, которые необъятны, широки и до конца непостижимы. Первое Коринфянам, 13 глава, 12 стих сказано, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я поздно». То есть все в человеческом знании несовершенно и относительно, если Дух Святой не наставляет нас. И далее с 18 стиха и ниже. «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света? и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее». Здесь сарказм. Никто не доходил до границ и не знает стези к дому ее широта земли, тайна света и тьмы в их взаимодействии. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Это тоже сарказм божественный. Человек не может знать о сотворении мира. И число дней каждого из нас оно очень незначительно. И никакого жизненного опыта по-настоящему мы не имеем, ибо жизнь каждого слишком коротка. Епископ Юлиан Экланский пишет, объясняя слова, где путь к жилищу света и где место тьмы. Он, то есть Бог, говорит то, что уже говорил выше, но теперь яснее, а именно, что ход человеческой жизни направляется сменой времен, так что одно время человек посвящает работе, а в другое время физическая сила, отнятая усталостью, возвращается к нему. То есть Бог дал день для труда и ночь для отдыха и отдохновения. Далее с 22 стиха «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?» Очевидно, что человек не видел ни хранилища снега, не созерцал сокровищницы града. Это все то, что недоступно для нас в полной мере. 24 по 27 стих «По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию». Здесь Господь говорит о том, что мир не существует только для человека. Если Господь посылает дождь в пустыню, Он проявляет заботу о том, чтобы травные зародыши возрастали, потому что Бог заботится не только о людях, о зверях, Он заботится и о растительном мире, и человек, который считает себя венцом природы, на самом деле, он проявляет в некотором смысле гордыню, ведь вместе с падением человека произошло и падение природы, как если человек ведет неправильный образ жизни, загрязняется все пространство его существования, его дом, его земля, его усадьба. 28 по 32 стих «Если у дождя отец, или кто рождает капли росы, из чего чрева выходит лед и иний небесный, кто рождает его, воды, как камень, крепнут, имеется ввиду замерзание воды, и поверхность бездны, то есть водной бездны замерзает, кстати, Иов мог не понимать эти слова, потому что они относятся к дальнему северу, где действительно лед сковывает озера, реки, можешь ли ты связать узел хима и разрешить узы кесиль, здесь речь идет о созвездиях, можешь ли ты выводить созвездия в свое время и вести ас с ее детьми, ас с ее детьми это звездная система, звезда, которая имеет вокруг себя планеты, хотя в то время даже не существовало таких представлений в мире людей. Культурно-исторический комментарий сообщает, отмечены здесь три созвездия Плеяды, Орион и Большая Медведица, те же, что и в Иове 9.9, Вавилоняне были известны как хорошие звездочеты, смотрите, Исайю 47.13, и считали, что небесные тела влияют на дела земные, кроме того, астрономические наблюдения позволяли предсказывать погоду. Один библиист пишет загадочные слова в древнееврейском тексте Кима это название Плеяд звездного скопления в созвездии Тельца, а Кисиль это древневосточное название экваториального созвездия Ориона. Эти два созвездия обладают общим уникальным свойством. Звезды, определяющие их очертания, движутся в одном направлении, благодаря чему вид Плеяд и Ориона в течение веков не изменяется. Вероятно, поэтому одно из названных созвездий именуется связанным в узел, а другое заключенным в узы упоминание этих звезд и созвездий призвано подчеркнуть всемогущество Создателя, расположившего звездные миры по своему усмотрению для одного ему ведомому смыслу. То есть начать рассуждение о сотворении мира, потом перейти на мир окружающей природы, коснуться человека, который не знает годы своей жизни, обратить наше внимание на звездное небо. Этими словами Бог обозначает наше несовершенство, нашу неспособность понять, что Он хочет сотворить в этом мире и для чего Он создал то, что уже существует. Ведь книга Иова должна объяснить, почему страдает праведно и почему благоденствует нечестивый. Но разве человек может проникнуть во все смыслы? Только Бог, который все сотворил и все содержит силою своею, Он постигает смыслы всего, ибо все им движется и существует и все в нем обретает подданный смысл. 33 стих и ниже. Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле, можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилие покрыла тебя, можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе, вот мы, вот мы. Святитель Григорий Двоеслов пишет, объясняя слова «знать уставы неба», значит «видеть тайные предустановления небесных событий», а слова «установить господство его на земле», он поясняет «значит открыть людским сердцам причины этих тайн». Святитель Григорий имеет в виду то, что мы не можем сопоставить происходящее в нашем мире и в небесном мире, как это взаимодействует и как это одно влияет на другое. 36-й стих «кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму?» Действительно, многие люди озабочены тем, что, может быть, не хватает мудрости, может, не хватает разумения, разума, и в книге Иакова 1-я глава 5-й по 8-й стих мы находим такие слова «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Поэтому, когда здесь в книге Иова Господь вопрошает, кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму, вот здесь надо понять как бы разницу между мудростью и разумом, разумением. Мудрость это сумма или набор неких знаний, способность запоминать, а разум это способность разумно использовать те знания мудрости, которые даны нам. И современному миру явно не хватает подлинной мудрости и тем более подлинного разума. Это заметно даже обычным людям, даже на примере кинематографа. Если мы вспомним, какие фильмы, я имею в виду и то, что делал Голливуд, то, что делалось в Советском Союзе, что было 30-40 лет назад и что мы имеем теперь. Теперь мы имеем экранизацию комиксов. Комиксы это жанр для детей, собственно говоря, и взрослые, которые не любят думать, они увлекаются этим жанром и как великое культурное событие преподносят нам то или иное, когда происходит именно экранизация этих комиксов, то есть мир, и в культурном отношении он сдвинулся со своего места. Люди потеряли разум, они ведут себя как дети. Я неоднократно говорил, и 10 лет назад, и 20, и 30 лет назад. Самое страшное время это когда войны будут начинать люди, которые не знают, что такое война. И действительно, если мы вспоминаем опыт и российских, советских лидеров, и американских президентов, которые знали, что такое война, Джон Кеннеди, он был военный летчик, Леонид Брежнев был действующий офицер в армии, он не был каким-то тыловым человеком, Эзенхауэр был командующий, потом стал президентом. У людей не хватает мудрости, тем более разума, то есть как разумно использовать то, что человек имеет. вторжение в мир атома, конечно, это благодаря человеческой мудрости, но нет разумности в использовании этих веществ, расщепление атома ставит жизнь на планете на грань уничтожения, мир вырождается. библейская мудрость значительно глубже всего того, что род человеческий потом для себя обозначил, обнаружил или открыл. Далее, 37 стих и ниже. Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слепаются. Толковая православная Библия предлагает нам такое пояснение, как исполняющие веления Бога облака расчисляются с мудростью, то есть в известное время являются в известном числе, сообразно с нуждою, их бывает не больше, не меньше, требуемого количества. Тот же Бог, расчисляющий облака, льет из мехов небес, посылает дождь, который превращает пыльную от жары почву в удобную для возделывания землю. И последнее. Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся по тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Действительно, Бог, который промышляет о всем творении и который чувствует нужды каждой твари, Он единственный святой и всеведущий и всезнающий. Поэтому вот эта часть речи Бога, обращенная к Иову, это вызов к человеческой самоуверенности. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать разбор 39-й главы этой удивительной книги. С Богом! certificак богом! Продолжение следует...